добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в европа универсалис 4 за священную российскую империю так значит мы воюем скоро к юн лоу достаточно активно их поддерживает бахмане и 2 придатка который вообще не важны у нас есть и он но мы уже так война уже идет то мы не сможем эти новые претензии сделать поддержать повстанцев это действие снизить нашу давайте поддержим повстанцев текущий риск восстания 21 и 1 процента то есть ничего особо полезного мы с этого пыл поиметь не можем ну давайте попробуем может быть потом получится сорвать вербовку было бы неплохо так куда мы еще отправим одного дипломата деле по моему добыла не в коалиции до х нет шпионская сеть окей так ну и так как мы уже взяли автоматический кредит давайте мы его немножко потратим у нас есть мануфактуры 96 096 полевой лагерь в москве нам значительный прирост даст давайте возьмем москва ярославль у нас еще ни одного уровня нет военный городок нам пока по моему пока не актуально да хотя мы уже на лимите так что в принципе да уже актуально становится моряки маловато верфь ну в неве более-менее давайте построим крым кайфинг торговля давайте в новгороде принципе на этом все до налоги и мастерские супер прибыльных нету окей когда оставляем как есть и возвращаемся сюда на поле боя меминген просит о помощи с восставшими дворянами до нас наши сведения что вольный город меминген борется с землевладельцами которым не по мне нравится статус мемингена в качестве вольного города государство просит нашей помощи чтобы против противостоять дворянам и заставить их принять светское правление синдика энгел берд шут хайс лишенная королевских титулов и привилегий мы поможем потратим 50 дипломатических очков произойдет событие помогают или мешают мнение мемингем увеличится на 20 если они не могут справиться со своими же гражданами могут ли они править страной имперский авторитет уменьшится на 2 меминген на 20 лет будет действовать поливе привилегий аристократии приведет к следующим результатам доход от налогов минус 10 процентов мне мнение мемингена уменьшится на 30 произойдет событие помогают или мешают давайте первую опцию выберем 50 дипломатиков у нас сейчас есть что ок да так победили в морском сражении и они потеряли весь свой флот отлично тогда ты можешь защита торговли крым есть 9 монет мы сейчас здесь собираем ну ладно так еще одну крепость мы взяли сюда успеешь интересно но еще успеть должен вопрос не могут подтянуть подкрепление но мы тоже можем подтянуть подкрепление здесь хватит 10 15 полков а у нас 16 окей все нормально династический брак от на сау нет бахмане да ты идешь в эту сторону отлично каракаилу здесь этот порт они так и не взяли вот это очень хорошо что я их армию здесь отдельно поймал очень хорошо они потеряли достаточно много войск замечательно о накрыли вот здесь две тысячи теперь идем сюда военный проход от великобритании нет конечно нашего дипломата раскрыли отозвать шпиона здесь мы выиграли естественно давайте двигаться вперед а эту армию так куда нам еще нужен шпион 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 или дипломат англия согласно на династический брак держава великобритания в союзе с русским соперником испании и бургундии могли себе нормальных союзников найти то есть даже если мы заключим союз то он долго не просуществует с таким с такими их друзьями ну тогда давайте по субъектам пускай пройдется дипломат сражение мы выиграли о мы здесь какую-то армию их накрыли династический брак мария нет вообще у них тут много войсков вот отлично маленькими частями их войска перемалывать намного удобнее так вперед может создать владение у нас появилась чуть-чуть лимит управления у нас появилась хорошо так здесь пока что-то происходит здесь мы оккупаться оккупируем форт меня больше сейчас вот это интересует стак лайк хорошо давайте вот эту армию перехватим пока они уходят а мы быстренько держава россия ты с генералом которого есть способность к артиллерии иди назад посмотрим как в армии будут двигаться может быть мы на остановимся на полпути и перехватим какой-нибудь из них нет кстати его армия отсюда отсюда сбежала вот еще их разделил это вообще подарок мне прям щедрая душа я смотрю опрични ну да вот вот правильно правильно вот сюда и здесь мы можем остановиться а россия так ну давай сюда тогда чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть слишком много подкреплений слишком много подкреплений сволочи все-таки успели и так здесь так ты закончил тел из этой армии да не помогло так ты вперед генерала потеряли и михаил черниговец более-менее или черниговец как правильно интересно ереван взяли и что я вообще хочу от них получить много очень много украшение три безонт мне поеден для миссии не нужен но зато это позволит мне своей территории соединить и все что внутри вот этого и провинции мне не хватит не хватит и это 101 процент сверх расширения и будем работать в этом направлении так ты стоишь без дела и у них еще форт здесь большая у них территория такая тоже это пустоши сюда пройти можешь можешь так вы здесь соединились у меня вас всех здесь держать смысла нету особо так эти две тысячи не от тебя это вот отсюда сюда ты пойдешь с этой стороны так в январе нужно будет принять новую технологию 1 россия у тебя пути чуть 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 успеешь не успеешь и не тоже не успеет волоча сволочь такая стак вайп ну да и мы совсем мало у них побить выбили из их почти так сигнуть лимит на дипла очки дипла очки до русская 72 очка мы потратим чтобы признать уральскую культуру 4 процента от нашего развития ок и кажется турецкая у нас будет расти потому что мы здесь будем еще брать здесь есть еще турецкая есть есть да поэтому давайте турецкую признаем ок очки потрачены сражение вы уходите в сторону этих вот мне тоже не нравится танец здесь 23 тысячи так что это нормально сейчас я вас здесь найду потом они тут гуляют вот это мне тоже не нравится мекленбург покидает коалицию это хорошо там и меня напрягает любить и быть любимым династический брак редко бывает делом любви чаще всего это ценная дипломатическая возможность которую никто не растрачивает зря кроме того крайне важно чтобы будущий консорт имел приемлемый статус а также предпочтительно выбирать иностранцев дабы не нарушить не нарушить внутренним баланс по баланс внутренней политики однако даже император может влюбиться по уши таком случае все эти вопросы совершенно не имеют значения по крайней мере с его стороны кажется иван пятый сильно привлекает кто-то из простолюдинов провинции николаев на амуре он выглядит счастливее чем когда-либо целиком и полностью отдавшись нахлынувшим чувствам в то время как наша знать и советники совсем не разделяют этого счастья иван пятый и его любовь были бы отличной парой в глазах простого народа державы пусть император выбирает сердцем появляется новый консорт 230 держава россия получает модификатор народный консорт пока не умрет иван пятый гантимуров что дает следующие эффекты национальные беспорядки минус 2 николаев на амуре до конца игры будет действовать модификатор дом консорта что приведет к следующим результатам местные беспорядки минус 3 эффективность производства в провинции плюс 10 процентов москва на 10 лет получит астристократия недовольна консортом доход от налогов и по в провинции минус 10 процентов число рекрутов в провинции минус 10 процентов престиж и легитимность уменьшится на 20 брак с нескорожденными это даже не обсуждается но на самом деле вот кроме штрафа к москве на 10 процентов доходов и рекрутов все остальное было бы терпимо но и характеристики у консорта у этого консорта 230 как-то не очень хотя наш наследник он уже вполне себе в возрасте блин нам бы вообще перед перед вы слишком малодушны это слишком малодушно отречься от собственного народа во время войны после окончания войны можно отречься от престола и отдать его петру а вторая опция так отлично мы взяли этот порт наконец это шутишь здесь пустоши здесь нельзя пройти рупин покидает коалицию мозги заработали они решили покидать коалицию так технология дипломатическая технология опоряжение в этой технологии даст вам бонусы на следующие 13 лет эффективность торговли плюс 20 процентов годовое изменение коррупции минус 0 0 5 ежемесячная модернизация плюс 0 0 5 линейная тактика для того чтобы лучше использовать различные изменения в морских войнах нам жизненно важно развивать новые тактики эволюция бортовых орудий не означает что мы прекратили искать самый эффективный способ битв на море но такое расположение образует ударную линию которая максимизирует огневую мощь направленную на врага дополнительные эффекты ссеет недовольство боевой дух флота увеличивается на 0 5 ширина боевого построения флота увеличена на 10 доступный тип войск галлиот хорошо ну и на административной технологии нам пока не хватает очков но мы работаем над этим продать титулы нет стрельцы кстати им стрельцов можно в принципе активировать плюс 10 процентов мощь пехоты стоимость подкрепления минус 10 процентов скорость мы скорость пополнения плюс 20 процентов и рекруты плюс 23000 и военная усталость уменьшится на 2 у нас пока нет военной усталости но феррара покидает пара коалицию здесь осада здесь завершилась лично так это армия теперь идет сюда эта армия последний момент пытаются убежать у них идут подкрепления опять таки здесь горы здесь они будут медленно идти эти подкрепления смогли обратить еретиков и оккупировали очередной кусок земли ты решил на меня напасть нет идешь бой норд здесь я тебя не накрою а вот здесь вполне только ты зафиксируешься тогда мы тоже туда отправимся а ты пока так что у нас деньгами какое то есть количество но не супер много давайте по цене пойдем это ты великобритания против бали блин они сюда эту большую армию отправили тогда стой на месте тогда здесь мы выиграем это сражение но они уже близко подходят мы не успеем уйти или ус нет не успеем так а ты можешь вот эту армию накрыть обратили еще одних еретиков а стоп особенность эдикт владения эдикт владений эдикт абсолютизма ежемесячное опустошение минус 0,25 стоимость смены соперника минус 50 процентов стоимость содержания крепостей на границе с соперником минус 100 процентов время изменения автономии минус 50 процентов цена жестокого обращения минус 50 процентов административная эффективность плюс 5 процентов годовое изменение абсолютизма плюс 1 административная эффективность это лимит управления нет нет это вот это административная эффективность зависит от уровня административных технологий это мера того насколько эффективно ваша страна управляет с захваченными территориями, уменьшая штрафы от сверхрасширения, снижая стоимость национализации провинции и удешевляя завоевание новых земель. Однако оно также увеличит административную нагрузку на ваши колониальные автономии, увеличив их желание свободы. Окей. Я думаю, что административная эффективность нам пригодится. Так, и обращение. Равенна, это вот где, рядом со Стокгольмом, да? А, нет, это вот здесь. А что там рядом со Стокгольмом было? А, здесь уже все, окей. Данцик. 15 монет. На одном экране показывает единственное, но здесь нельзя переместиться. На другом экране не показывается единственное, но зато можно переместиться. Плюс 0,7%. Вот давайте Пешет. Здесь. Мефодий Челюскин. Наш советник Мефодий Челюскин всегда подчеркивал важность создания хорошо организованного флота. Иван Пятый с интересом выслушал его предложение и приказал срочно начать строительство линейных кораблей, галер и других судов, чтобы укрепить позиции страны на море. Его усилия восхищают всю нашу страну. Число административных очков увеличивается на 50. На 6 лет будет действовать развитие флота. Стоимость дип-технологий минус 10%. Но дип-технологии мы уже приняли. Слава о его деяниях идет по всему миру. Престиж увеличится на 50%. На 6 лет развития флота минус 10 дип-технологий. То есть дип-технологии в любом случае либо престиж, либо административные очки. Но дип-престиж у нас и так на максимуме, так что берем административные очки. так оккупировали здесь чтобы эти две армии не объединились и не напали на меня тут этого сражения нужно уходить как только появится такая возможность зальцбург покидает военную коалицию 22 марта польский шпион попался удивление мы тут неплохо продержались кстати но все равно надо отступить одно сражение выиграли одно проиграли более-менее так продвижение восстаний нету да хорошо здесь мы их накроем здесь все идет нормально здесь они пока на меня не собираются рыпаться давай они куда-то идут вглубь своих территорий о нет сейчас на меня пойдет здесь мы сняли оккупацию и не нравится что его войск войск здесь много скапливается там я уже никого не перехвачу здесь ты уйдешь 16 я приду 24 15 11 12 я сражусь с тремя этими армиями если я их здесь перехвачу нет мне нравится единить давай так далеко не надо тогда вот здесь и отсюда не развернулись 25 тысяч 25 тысяч это не страшно так здесь мы выиграли сражение стоп они идут нет нет эти стоят окей 25 тысяч от не страшно так ты идешь куда в бой ты идешь куда в кашан придешь туда 2 мая у тебя там встретим 1 мая то есть я еще и буду от защитниками если я приду туда раньше него а нет это их территория так что нибудь хотя только на фортах до действует не помню тюри 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 тюм да ты туда и стой на месте вернулись они отсюда нет интересно купировали вперед вот чуть 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 нет не идем вперед идем сюда и тоже сюда ты сюда есть поймали их армию не успели развернуться замечательно османские генны чары пересекли границу ходят слухи что помирания готовится бить войну бренденбургу дать ты войска отправил здесь мы выиграли сражение ты идешь сюда там я тебя не перехвачу что это армия идет в из фахан окончили хорошо тогда ты можешь вперед он решил меня нам на меня напасть в новой на территории моего порта у него будет штраф за пересечение реки плюс здесь гора 5622 5213 у него больше маневренность насколько я помню это значит что он получит не получит вот этот штраф если у меня маневра у атакующего генерала будет выше чем у обороняющегося штраф за пересечение реки не будет учитываться так кого я забрал генерала у тебя вот теперь будет учитываться что мы ждем чтобы он на меня напал мне кажется мы там спокойно должны выиграть это сражение ну может не прям легко но выиграть мы его должны иди сюда мне не нравится что он здесь войска пересылает вот тем более мы успели немножко восполнить нашу армию проход про нет продажи титулов нет можем ли мы что-то полезное построить нет нет 083 ok так ты иди туда да ну я же говорил что это мы должны выиграть сражение так здесь где у него форт там и он отступил отлично ну мы правда мы потеряли больше людей чем он но тем не менее это победное сражение было туда вперед-вперед-вперед ок нет стой на месте сейчас мы сначала войска вам перед пришлем потом уже будем двигаться а то тут вон сюда все равно через это тогда ладно здесь собираемся сняли оккупацию там ну ладно уходишь здесь мы работаем здесь они уходят ок наивный родственник близкий родственник правящих фамилии чрезвычайно наивен он продолжает публично пересказывать иностранцам наши важнейшие секреты по сути это измена однако казнь члена королевской семьи может привести к беспорядкам казнить его за измену престиж уменьшится на 10 процентов он все-таки наш родственник 20 лет будет действовать подорванная защита от шпионов обнаружение иностранных шпионов минус 25 процентов нет первая опция престиж нет для нас сейчас не проблема так а кто сюда идет ты сюда идешь генерала мы тебя можем какого-нибудь дать михаил черниговец стоп а где этот лев 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 синявин что за пересечения у них генерал 55 это много 5 маневренности у нас только один и он сейчас не сможем его передать ну все равно давайте попробуем перехватить так а ты пока займись делом ты стоишь восстанавливаешься все ок здесь работаем здесь работаем 71 процент вы издеваетесь стоп они идут ко мне блин тогда бы лучше я оставался на месте ну ладно уже так сняли оккупацию они единственное что могут подкрепление сюда привести больше да а еще блин черт а сюда ты можешь отступить можешь обидно венецианский шпион они сняли оккупацию оппировали здесь так и все еще восстанавливаются ок ты забирай своего льва синявина Все, осада завершена Ты уходишь 30 августа, 4 сентября Я 6 только сюда смогу прийти А если сюда? 9 сентября Он точно не успеет отсюда сбежать Перемирие с Бенгалией закончилось Успеет все-таки сбежать? Отсюда-то ты точно не должен успеть сбежать Они сняли оккупацию, это меня не интересует Пам-пам-пам-пам-пам-пам Так, здесь идет, идет, идет У меня две армии есть Блин, все-таки он сбежал опять 4 октября, 10 Они опять успеют сбежать Давайте сюда в эту сторону пойдем Народ, держа в России, позабыл икону Они все-таки взяли миват Мы можем административную технологию поднять Государственный суверенитет Открывается за очки, административные очки В связи с опережением времени На 13 лет бонус Эффективность производства Годовое изменение коррупции Ежемесячная модернизация Ок И мы можем открыть новую группу идей Государственный суверенитет Множество длительных войн в первой половине 17 века Привели к созданию международной дипломатической системы Где территориальная целостность государства Является краеугольным камнем Именно государства и наднациональные организации А не отдельные личности Являются объектами на международной арене И ни одна держава не имеет права Вмешиваться во внутренние дела другой Хорошо У нас больше дипломатических и военных очков хватает Где мой список 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 Так, я в данный момент могу в любой категории выбрать Значит, по моему списку Следующее было Либо религиозные идеи Полностью исследованная группа дает доступ Это понятно Миссионеры и стоимость содержания миссионеров Рекруты в провинциях с истинной верой Эффективность миссионеров Терпимость к истинной вере Престиж развития от миссионера Годовое изменение авторитета патриарха Мнение других держав того же вероисповедания Касус Белли против язычников и еретиков Стоимость изменения культуры Равновесная лояльность священников Ну, то есть, в принципе, хороший вариант Так, в дипломатических у меня было Шпионские идеи Может претендовать на владение Позволять использовать действия передачи субъекта В мирном договоре за полцены Влияние агрессивного расширения минус 20% Организация шпионской сети плюс 50% Фасадные умения плюс 10% Это, кстати, хорошо Дипломаты плюс 1 Стоимость советников минус 15% Обнаружение иностранных шпионов Годовое изменение коррупции Эффективность каперов Шанс на захват вражеских кораблей Шантаж Принятие василитета Ежемесячный рост благосклонности Эффективность поддержки повстанцев Модификатор стоимости действия Шпионского действия Количество пронуарса Я не знаю, что это такое Ну, как вариант И либо в военных идеях наступательные Натиск генерала Время формирования полка Огневая мощь генерала Престиж от сухопутных сражений Фасадные умения Лимит армии Модификатор стоимости специального отряда И дисциплина Блин, может экономические идеи прокачать Вообще у меня в моем списке религиозные Потом инфраструктура Содержание владений Минус 33% Это в деньгах Или это в Лимите управления Потому что если в лимите управления То это круто Если в деньгах Ну, хорошо, но не критично Рост процветания Стоимость зданий Стоимость расширения инфраструктуры Стоимость передвижения Стоимость повышения центра торговли Скорость передвижения Влияние на лимит управления от владений Содержание крепости Срок строительства Стоимость расширения администрации Содержание крепостей Дипломатические пакты Содержание владений Вообще ни о чем 7 монет Это смешно Ну, даже не знаю, блин Религиозные классно Мы сможем быстрее Обратить все наши территории И дешевле это будет И в конце мы еще получим Кассу с Белли Нам не нужно будет изобретать Кассу с Белли На самом деле Вот это Один из лучших вариантов Сейчас нам постоянно приходится Создавать претензии А так, если нам надо Если у нас нет претензий То мы можем воспользоваться Просто Кассу Этот самый Деус Вольт И начать войну Ну, мне сейчас административные очки Понадобятся По итогу этой войны Для включения территорий Так, а торговые идеи Есть ли Для улучшения нашей торговли Влияние купцы Торговая дистанция Пивность торговли Влияние купцов Перенаправление торговли Сила караванов Наверное, вот это нам сейчас Поможет денег поднять Равновесная лояльность Горожан Перенская идея Эффективность Поддержки повстанцев На 22 На 22 технологии Мы сможем еще одну Открыть На 26 На 29 Давайте пока шпионский Наверное, возьмем Блин, хотя мне так нравится Религиозный в этой игре В этой конкретной компании У нас они так прям Зашли тематически Пик с ним Религиозный Это не оптимальный выбор Просто он мне нравится С точки зрения Того, что у нас сейчас происходит В этой компании А иногда нужно Заниматься роллплеем Так, ты больше не можешь Погашать Так что Муштра Остальные работают Да, это нормально Стоп 5 6 Боевый дух Боевый дух на единицу Меньше Тактика на 0,1 Выше Дисциплина А где наш бонус А где наш бонус Дисциплине А я икону Еще не выбрал Архангел Михаил Скорость восстановления Рекрутов 10% Дисциплина 5% Так, ну вот это лучше Они еще и подкрепление ведут сюда Богатство Китая Император Китая слаб и не имеет поддержки А, ну конечно Пора покончить с этой империей Дайте на претензии Претензиям я всегда рад Так Окей Они здесь еще подкрепление ведут Не успели мы закончить сражение Звук Тебе нужно сначала сюда Потом только туда Почему-то сразу А здесь крепость Аааа Ха-ха-ха Отлично Мы выиграли это сражение До того как он успел Последнее подкрепление привести И мы перебили целую кучу его войск Очень хорошо Тоже потеряли Тоже немало Но тем не менее Это очень хорошо Эмм Да, я думаю Что можем мы его здесь Встретить По Юнлу С Янычарой пересекли границу Ааа Тьера, Австралия О претензии Окей И мы оккупировали Здесь Сейчас меня интересует Вот это сражение Оккупировали Да что такое Оккупировали здесь Тут и Пока нормально Есть Это они оккупировали Мы победили И перебили Достаточно много Их войск Отлично А вот пехота Я хотел сказать Мы что-то всю пехоту Потеряли Нет Хочу как можно Быстрее оккупировать Можно больше Территорий здесь Пока они не Восстановили Эти армии Так Ты Стрел Надо пробиться Через Эту Через этот форт Сюда уже идут Это иди сюда Право прохода Нет Продажи титулов Нет Не бенгали Бахмани Приложить мир Они не хотят Статус-кво Я бы с удовольствием С ними подписал Статус-кво Мне они в этой войне Вообще не интересны Ну Так Ты Сюда Сюда Большая армия Дай в армию Пошла Куда ты Идешь Так Нет Давай Ты сюда А ты Сразу Вот сюда Ангальд Покидает Коалицию Хорошо Ты тут Закончил Иди сюда Вперед Сюда Наверное Так Закончили Давайте мы потом Соберемся Вот тут Испания Предъявляет Что-то Сделала С нашим Населением Кульские Сепаратисты Как ты Идешь С того Как ты Идешь Куда-то Сюда Здесь Мы Закончили Чуть-чуть-чуть Суволочь надо хорошо я тебя еще накрою за это обратили еретиков и оккупировали есть вперед что-нибудь недорогое 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 плюс 05 давайте караси здесь готова так ты идешь сюда тогда ты иди сюда первом россии оккупирована так иди сюда так ты становись вот здесь мы тебе включим форсированный марш теперь загоняй стоп 1 сюда ты сюда собираемся здесь потом так сюда интересно будет меня за за мной бегать нет мне кажется он не нами не ко мне идет он меня сейчас обойти пытается сражение за комышин ок так стоп отставить нашего дипломата в деле поймали блин я про него забыл в принципе можно и на деле почему бы и нет и И отозвать. Они здесь. 71% Гедмин. Шумские сепаратисты. И сюда. И сюда. Ой, я же сказал, что они меня просто обходят. Так, ты сюда. Ты сюда. Обратили Пешт. И завершили осаду из Фахана. Так, сейчас Пешт. Давайте Словонию. Хавей. Хавей Зех. Чтоб здесь завершили. Ты иди поймай эту армию. Ты. В принципе, вывести вот этих двух союзников у него было бы тоже неплохо. Чтобы меньше думать о них. И у них поиск немного. Но, тем не менее, они все равно участвуют в этой войне. Поэтому. Вот они уже готовы мне заплатить 620 монет. Что мы взяли столицу. А у этих где столица? Здесь. Мы туда сразу пройти, наверное, не сможем, да? Сможем? О, отлично. Тогда, 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 тогда. Малые армии эти кусочки, я пускай, здесь продолжают работать. А вот как ты, иди вперед. И с этими ребятами 620 монет. Отлично. Отлично. Тогда вам здесь ничего не нужно. Вы можете идти вперед. Ты можешь работать здесь. Волочь. Так. Это армия. Блин, у них там хорошие генералы. Вряд ли я успею эту армию накрыть до того, как они за мной придут. Так, у меня кредит, да? Есть еще один. Полторы тысячи. Да. Так, эти дешевле, потому что там уже есть первый уровень. Торговлю. Торговлю. Ива, Москва. Окей. Ну, давайте на этом мы на сегодня прервемся. Я надеюсь, что окончание этой войны в следующий раз. Но уверенности у меня нет. Потому что Бахмане нам еще нужно будет сюда прийти. Скорее всего, чтобы вывести их из войны. Так что посмотрим, что из этого получится. Но это будет в следующий раз. На сегодня все. До свидания. До свидания.